Что ж, народ, похоже мы таки не останемся без по-настоящему новых ММО и РПГ в этом году. Губу я, конечно, в начале года раскатал знатно, да так что, видимо, придется еще раз переделывать ролик с самыми ожидаемыми ММО и РПГ 2024 года. Тем не менее, одно можно сказать точно. Террис Лэнд, ММО и РПГ Террис Лэнд, мы однозначно получим. А вот какой мы ее получим? И вообще, что это за игра такая? Может быть, кто-то вообще не в курсе. И что конкретно я думаю по поводу этой ММО и РПГ, об этом и многом другом поговорим в нашем сегодняшнем видео. Не забываем подписываться на канал, напоминаю, на текущем этапе это, пожалуй, лучший способ поддержать его развитие. Также крайне рекомендую подписаться на мою группу в Телеграм. Я ее сейчас активно веду, и так вы будете получать самые сливки новостей жанра ММО и РПГ, ну и заодно все анонсы Гоха Медиа. Меня зовут Мать, для Редапортал Гоха Ру, и мы начинаем. Палатка Шоп — это Телеграм-магазин игрового контента, где можно удобно пополнить баланс в интересующей вас игре. Например, пополнять баланс в Террис Лэнд здесь можно было еще во время ЗБТ. Разумеется, после глобального релиза в этом плане ничего не изменится. Пополняйте и ни в чем себе не отказывайте. Любые покупки в любых играх на любых платформах, подписки на сервисы и премиум-версии приложений, приобретение игр, невероятное многообразие услуг, тысячи положительных отзывов и быстрый ответ от поддержки. Кстати, по поводу ответов, если вам чего-то не хватает на площадке, смело пишите менеджеру. Вам не только ответят, но и помогут. Ссылка на магазин Палатка Шоп в описании и закрепленном комментарии. Итак, Террис Лэнд — кроссплатформенная MMORPG от китайской Tencent, которая вовремя подсуетилась, когда World of Warcraft приказала долго жить в Китае. Теперь, правда, ситуация несколько изменилась. Близзы после ухода Бобби Котика помирились с NetEase и в самое ближайшее время состоится перезапуск WoW в Китае. В общем, разработчикам Террис Лэнд вообще не с руки слоупочить. И надо отдать должное, они не особо-то и слоупочили. NetEase в любом случае не дремлет. Но они достаточно шустро анонсировали игру, достаточно шустро ее протестировали. И вот уже 21 июня нам вроде как должна стать доступна глобальная версия Террис Лэнд. Почему вроде как? Потому что все-таки ходит такое мнение, что разработчики могут перенести этот релиз на 23 число, как это в принципе вроде как изначально и планировалось. Но в любом случае в 20 числах июня 2024 года нам таки наконец станет доступно по-настоящему новое MMORPG в кои-то веки. Прямо сейчас доступна китайская версия Террис Лэнд. Вот должна была она стартовать 19 июня, но разработчики решили вообще ускориться и запустили ее 12 июня. Попасть туда для наших игроков тоже не составит никаких проблем. Я оставлю ссылочку в описании и на файлы вот под скачку и вообще на то, как это сделать. Так что если вдруг решите потренироваться, то это без всяких проблем можно осуществить. Но давайте все-таки внесем больше конкретики непосредственно о самой Террис Лэнд. Как я уже сказал, это кроссплатформенная MMORPG, которая выйдет по всему миру 21 июня 2024 года и будет доступна на ПК, Android и iOS. Причем тут нужно отметить, что это будет не какой-то кривой порт с одной платформы на другую, а действительно полноценные версии игры. Да, я даже в свое время пророчил, ну коль скоро Террис Лэнд не станет убийцей World of Warcraft, просто ну понятно, этого бы и так не произошло, но тогда это все преподносилось под таким соусом на хайпе, да и обстоятельства, нужно отдать должное, этому способствовали. Но коль скоро этого не произойдет, то возможно Террис Лэнд, по крайней мере, займет нишу качественной мобильной MMORPG. Потому что таковая, я имею в виду, ниша действительно присутствует. И я до сих пор так считаю, но обстоятельства несколько изменились в пользу Террис Лэнд, об этом мы поговорим позднее. Но здесь я могу констатировать, что в Террис Лэнд по-любому будут отличные проработанные качественные версии под каждую из поддерживаемых платформ. И это хорошо. Что вообще можно сказать про Террис Лэнд без лишних углублений? Игрокам на старте будет доступно 9 классов, каждый из которых обладает уникальными способностями и двумя особыми путями для освоения. Тут нужно отметить, что в игре до последнего момента присутствовал так называемый гендер-лог, и это безусловно ее не красило. Тем не менее, двухгендерная класса уже на подходе, и будут появляться в игре по очереди, начиная с магов и паладинов в первом сезоне. Также игра может похвастаться достаточно гибкой системой талантов. По сути, можно будет выработать свой собственный стиль игры, который к тому же позволит легко подстраиваться под различные боевые сценарии. Террис Лэнд позволит стратегически развивать персонажей с разных сторон, включая таланты, экипировку, навыки и управление. Здесь нужно прежде всего понимать, что Террис Лэнд это, конечно, с большего именно ПВЕ направленное ММО и РПГ, во всяком случае на текущем этапе. Здесь не все так однозначно, об этом мы поговорим в дальнейшем, но сейчас я предлагаю остановиться на квинтэссенции, скажем так, ПВЕ составляющей Террис Лэнд. Это, разумеется, подземелья, рейды и всевозможные ПВЕ активности. В первом сезоне будет доступно 5 подземелий, 8 рейдовых боссов на 10 игроков и несколько режимов ПВЕ, включая Мистическое Царство, Мировой Зал и Тёмное Вторжение. Каждое подземелье будет иметь 3 уровня сложности, так что ПВЕ приключений вы уж точно здесь найдете. А вот про ПВП составляющую разработчики рассказывают пока более осторожно. На официальном сайте я нашел лишь скромное упоминание о том, что в игре на старте будет доступна арена и другие ПВП режимы. Ну, то есть ПВП аренного и БГшного типа. При этом также сообщается, что баланс классов, маневренность в бою и игра на арене будут значительно оптимизированы. Но! И вот здесь мы переходим к тому моменту, который неоднозначен, скажем так. На моей памяти разработчики Террис Лэнд заявляли о том, что они не собираются забивать на ПВП. Они, безусловно, удивились тому, что на Западе вообще проявляется хоть какой-то интерес к этому виду контента. Ну и коль это уж вот так, то давайте мы будем этот ПВП контент развивать. Более того, они не то чтобы обещали, но они рассматривают вариант добавления РВР контента. А это значит, что, ну не знаю, там в каком-то обозримом, я надеюсь, будущем в Террис Лэнд может появиться масс-ПВП контент. И вот уже это заставляет меня, как прежде всего ПВП игрока, взглянуть на эту MMORPG по-другому, более пристально. И я уверен, не только меня одного. У нас в наших широтах масса ПВП тагов, которые вот прямо сейчас находятся в процессе подыскивания себе проекта, куда можно было бы ворваться. И вот здесь, мне кажется, главное для разработчиков Террис Лэнд, это не пролюбить момент. Не пролюбить момент, то бишь вот чтобы этот новый ПВП контент появлялся в игре ускоренными темпами. Потому что, еще раз, момент для этого самый, что ни на есть подходящий. Ну и я не думаю, что нужно пояснять, но все-таки поясню в очередной раз. ПВП контент это тот тип контента, который позволяет игрокам, по сути, организовывать себе веселье самим. Разработчикам необходимо лишь обозначить правила, декорации, достойную награду и следить за балансом. Хороший онлайн и реиграбельность гарантированы. Помимо этого, в игре, разумеется, будет обширный игровой мир, не лишенный при этом интересности в плане исследования. Головоломки, квесты, приключения, некоторые геймплейные моменты, выходящие за рамки традиционных заданий. Всего этого должно быть в игре, если не с избытком, то, во всяком случае, в достаточном количестве. Также в Террис Лэнд можно будет развивать свою профессию, чтобы создать выгодную сеть контактов и разбогатеть за счет торговли. Ну или просто скоротать время, исследуя окрестности, рыбача или играя в мини-игры в парке аттракциона. Некоторые из мини-игр, кстати, недавно демонстрировали. В принципе, если совсем нечем заняться, почему бы и да. Ну и, наверное, самый может быть важный для кого-то момент. Дело в том, что мы же все прекрасно помним, да, что это кроссплатформенная MMORPG. И в то же самое время мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что такое эти самые кроссплатформенные MMORPG. Кроссплатформенные дрочильни, так их называют, но даже это не передает полностью сути происходящего. Скорее, это все можно назвать, знаете, онлайн-казино, которое заточено исключительно на выкачивании бабла. Так вот, в Terris Land этих самых элементов, гача-элементов и прочих манипулятивных механик, Pay2Win механик, не будет от слова совсем. Это первое, наверное, кроссплатформенная MMORPG здорового человека. Разработчики в свое время пытались там какой-то малюсенький элементик Pay2Win просунуть, но поднялся такой хай, что они решили поганой метлой все Pay2Win элементы, гачи, манипулятивные механики из игры вымести. Так что да, это все еще кроссплатформа, но это первая кроссплатформа здорового человека, контент которой, знаете, ну, не строится вокруг внутриигрового магазина. Это определенно не та игра, которая будет постоянно мотивировать вас швырять баблом в монитор. Хотя, справедливости ради, гачи-херачи в игре вроде как не планировались изначально. Тем не менее, как я уже упомянул, разработчикам действительно хотелось оставить для себя небольшую Pay2Win лазейку, и даже сложно их в этом винить, кто бы не захотел. Но сообщество взвыло так, что они решили от греха подальше этот краник прикрутить полностью. Причем, ну, я в очередное расскажу, они здесь сами себе злые буратины, то есть можно было не кричать всю дорогу, что в нашей игре не будет Pay2Win элементов, и вообще, слова бы им никто не сказал, потому что магазин и так был достаточно лайтовым, внутриигровой имеется в виду. Но так как они всю дорогу действительно кричали о том, что в их игре не будет Pay2Win, то и отношение у комьюнити сложилось вполне себе соответствующее. Ну и реакция тоже не заставила себя долго ждать. Причем, насколько мне не изменяет память, в китайской версии все-таки присутствует небольшое Pay2Win послабление, которое позволит немножечко пошалить во внутриигровом магазине. Но в глобальной версии ничего такого быть не должно. Исключительно косметика и прочие достаточно безобидные фри-то-плей прелести. Итак, что мы, как говорится, имеем в сухом остатке? В сухом остатке у нас единственная на текущем этапе за последние несколько лет по-настоящему новая MMORPG, которая опять же на текущем этапе заточена с большего под ПВЕ, но в обозримом будущем вроде как планирует порадовать и любителей ПВП-контента. Без гачи, без анального доната с контентом, который не крутится вокруг внутриигрового магазина. Да, безусловно, с некоторыми элементами, что называется, мобильности, в том числе и графоний, вряд ли здесь можно назвать каким-то особенно выдающимся. Хотя тоже нужно отдать должное, за последнее время в этом плане Террис Лэнд несколько прибавило. Стап-таргет боевой системой, которую язык не повернется назвать современным решением, но в рамках этого проекта она смотрится вполне удобоваримо. С достаточно интересной системой развития персонажа, привычными, но не лишенными некоторой изюминки классами, большим открытым игровым миром и возможностью играть как на ПК, так и на мобильных устройствах. И, разумеется, с качественной русской локализацией. Причем, интересно то, что даже если вы решите попробовать игру в Китае, русский язык будет даже там. Ну и вот, получается, как ни крути, а именно Террис Лэнд, это первое по-настоящему новое ММО-РПГ за последние несколько лет, не только за 2024 год. Что у нас там было? New World? Почти три года назад. Ну, окей, ладно, из такого, что было на слуху, наверное, еще Mortal Online 2, но то такое. Уже почти забыли, да и не было там таких масштабов. И вот если бы мне кто-нибудь с полгода назад сказал, Мадлер, слушай, в середине 2024 года Террис Лэнд станет этакой последней надеждой игроков ММО-РПГ жанра, да я бы в лицо рассмеялся. И тем не менее, вот у нас сейчас половинка 2024 года, и именно Террис Лэнд является, ну, вот такой законченной, масштабной ММО-РПГ, в которую, как ни крути, все мы с вами будем играть, в том числе и я. Ну, во всяком случае, пока где-то там на обозримом горизонте не появится что-то, может быть, более подходящее конкретно нам. Именно с датой. То есть мы будем понимать, что вот тогда-то нас ждет полноценное ММО-РПГ, а не какой-то там огрызок, альфа или еще что-то в таком духе. Поэтому в ближайшее время видосиков по Террис Лэнд на канале будет больше, будем следить за этой ММО-РПГ, будем в нее постепенно погружаться, ну и, разумеется, продолжим держать руку на пульсе, а вас в курсе. Не только относительно Террис Лэнд, понятное дело. Не забываем, как всегда, традиционно поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, наставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Мадлер, это портал Гохару. Еще услышемся.